По 20 миллионов на питание для льготников могут добавить республиканские и местные бюджеты. Тогда уландэнские ребятишки из малообеспеченных семей будут кушать не на 50, а на 65 рублей в день. Если и сегодня в комбинате по питанию умудряются извернуться и приготовить на небольшую сумму приличный обед, то с надбавкой, добавка на тарелки будет весьма ощутимой. 65-то это, тогда мы мечтали о 45, а 65-то это, ну, я не знаю, идеал. Вы рассматриваете нас сами в комитете? Ну, я считаю, это очень плохо. Это почти мы тогда выравниваемся с Российской Федерацией? Это была мечта, подытожила Людмила Пахомова. Но чтобы она сбылась, нужно, чтобы 28 февраля депутаты народного хурала на очередной сессии одобрили надбавку в 20 миллионов на обеды. Тогда подтянется и город. Льготное питание 50 на 50 оплачивают местная и республиканская казна. Траты вынужденные, но необходимые. Необходимые, даже приятные расходы нужно закладывать и на детские сады. В городе их введут в ближайший год 2,12. На коммуналку и другие хознужды каждому нужно по 10 миллионов в год. Стоило бы вместе с комитетом экономического развития, с комитетом по финансам, вообще целиком с администрацией города, обсудить вопросы увеличения доходной части бюджета, вопросы привлечения инвестиций, каким образом конкретно, как, куда мы будем привлекать эти инвестиции, потому что это вопросы взаимосвязаны, мы-то привлечь инвестиции сами не можем, мы не владеем муниципальным имуществом. В Чатников никто деньги вкладывать не будет, эти вопросы надо решать. Этим и займется комитет по финансово-экономическим вопросам Горсовета. Растущие расходы в городе нужно компенсировать. Так, в 2019 году дефицит бюджета составит 213 миллионов рублей. Правда, эта сумма обеспечена остатками с прошлого года. Алифтин Дармаева, Жагал Сирендашиев, Новости дня.